Всем привет, привет! Сашенька! Едем сейчас на курс. Сегодня у нас понедельник. Хотела сказать всем-всем-всем огромное спасибо за поздравления, за пожелания. Было очень приятно. Вчера монтировала видео, прям аж, не знаю, я даже не устала вставлять ваши комментарии в видео. Блин, очень приятно. Каждый комментарий почитала, очень было приятно. Сейчас едем на курс. У нас снега нет, тепло. Я что-то шапку напялила. Ну да ладно. Хочу ответить на один вопрос. Вопрос был про тафель. Входим ли мы в тафеле, как мы относимся к тафелю? Я так скажу, что в тафеле мы были раза два, да, наверное, поначалу. Три, два, четыре. Как приехали, прошло где-то полгода. Мы потом узнали про тафель. Потом, ну, может быть, сходить, посмотреть, что там, как там. Первый раз мы пошли. Вроде-таки неплохие продукты нам дали. Второй раз пошли. Второй раз что-то не очень было. И половина из этого... Я тогда отдала, помню, пять евро, так как нас пять человек. И, оказывается, на Исабель вообще не надо было давать деньги. Ну и нам такие плохие продукты дали, что половину из этих продуктов можно было выкинуть. И я так подумала... И там же с других магазинов свозят все туда, то, что уже срок годности подходит. Да. Товарный вид потеряла все. И я так подумала, думаю, на пять евро, в принципе, я могу нормальные продукты купить. Также по чуть-чуть. Что-то не выбрасываешь. И не выбрасываешь, да. Продукты-то жалко. И потом нам родственники сказали, что передача была про тафель, то, что это, ну, мусор. По немецкому каналу. По немецкому каналу, да, что уже товары просроченные туда идут, которые они даже по скидке не могли уже продать. Это все животные с возера в деревне. И здесь вот, я знаю, там есть одна старушка, она держит овец. И вот ей привозят хлеб, булочки, вот, которые туда, видать, в тафеле уже не это. Они ей скоту это привозят. Срок годности, потому что истек портится уже все. А оно, я думаю, так и рассчитано, что ты взял и тут же все потребил, и все. А чтобы лежало, оно долго храниться не будет. Да, и мы так подумали, что мы туда ездить больше не будем, потому что половина из этих продуктов уже никакие. Особенно вот эти продукты, которые идут с холодильника. Йогурты, там, сметаны, еще что-то. У них уже срок годности. Истекшие, колбасы тоже самое. Единственное, что там давали, это муку. Ну, мука и яйца, которые срок годности еще долго. Ну, мука стоит 35 центов. Сами посчитайте, я получу 5 евро. Получаю негодный товар, который срок годности истек. Либо же вот эти продукты, которые, ну, ладно, там картошка. Ну, получается, что не килограмм картошки. Картошек 5, 6. Там даже, ну, может быть, там килограмм. Выбрасывайте алкоголь. Ну, опять-таки, это не для нас. Ну, вот, я думаю, можно экономить на одежде, можно куда-то не съездить. Но на желудке, и на желудке, особенно детском, экономить нельзя. Сейчас опять, думаю, что посыпется комментарий, что мы берем очень много сладкого. Все в меру. Что мы не следим за здоровьем детей. Нет, у нас все в меру. Всю жизнь так жили. И у нас, если этот, то у нас этот все долголетием. Ну, по моей линии, все живут очень долго. И без болезни, кстати, серьезно. Ну, у нас ни у кого. Поэтому... У Саши уже 33, мне уже... Мне уже 29. Моих родственников нету никого. Все питаются, все свободно. Ну, конечно, если снова употреблять, то это, да, будет плохо. Все в меру должно быть. У нас нет такого. Раньше, да, раньше, я помню, как мы только сюда приехали, у нас было... Извиняюсь. Я хочу спать, поздно легла. Ну, все заливает. Мы, когда сюда приехали, когда мы покупали сладкое, мы делали точно так же, как в Астанайе, я вываливала это все на стол. В вазу. Да, это все. И вывалив это все на стол в вазу, у нас быстро-быстро исчезало, потому что дети не хотели есть ни супы, ни горячее, ни второе. И питались одним сладким. Потом я сделаю наоборот. Я сейчас все покупаю. Но это недолгое время у нас так было. Я сейчас все покупаю, я убираю, достаю что-то одно. И то у нас... Сначала пообедали, не получили сладкое. Пообедали, не получили сладкое. Потом получили сладкое. Поужинали, получили сладкое. Поэтому... Поэтому вот так. Не злоупотребляют. Да. Потом еще комментарии. Я очень долго смеялась, охотала. Потом его прочитала Саше. Комментарии насчет того, что Саша уже во второй подбородок висит. Это камера так. Да, вы знаете, вы пишите про Сашу, а... Когда позавчера, там мы праздновали. Позавчера. А позавчера мы праздновали день рождения. Саша, дядя, сказал, чтобы мы от него укрыли один секрет. Что он подумал, что мы ждем четвертого ребенка. А нет. Тортики, по ходу дела, пора уже мне прекращать есть. Потому что начинаю расплываться. Расползаться. А у Саши... У Саши это еще худенький. Он вообще хочет стольник весить, да, Саша? 95. 95. Ну, только не вешай, чтобы висел в столь. А я сколько? Я вешу 65, а мой общий вес стандартный 50, да? Мне 15 килограмм надо сбросить. Не надо. Саша говорит, не надо. Надо только живот убрать, да? А вот. А моему товарищу, кстати, жизнь спас второй подбородок. Да. Очень хорошему другу. Это было в России. Его подружки. Там один... Я не знаю. Приставать начал. Там мой товарищ, он наказал физически, короче, замечание сделал. А он потом сзади на него на остановке прям подошел, подкрался и ножом хотел горло ему перерезать. А он вовремя опустил голову. И от уха до уха он ему второй подбородок разрезал. Ему, в принципе, так врачи и сказали, тебе он спас. Если бы не было, он бы тебе горло перерезал. А у него прям швы вот так от одной части уха до другой были. Страшное зрелище. Фотографии он не скидывал. Да вот, недалеко по Челябинскому там. Да, очень страшно. Так что... Пусть лучше будет. Защита хорошая. Ну. У нас, кстати... Ну, не дай бог, такое кому-то. Конечно. У нас, кстати, на улице тепло. Где-то снег лежит. У родителей... 11 градусов всего. У родителей было минус 24, минус 40 обещают. Вот, сейчас едем на курс. Сегодня должно быть чайпитие. Блин, как камера себя поворачивает сразу и отзевать уходу. Так что меня извините еще раз. Вот. Едем сейчас на курс. Будет чайпитие. Если будет чайпитие, я вам обязательно сниму. Так что будем... Прощаться. Сейчас. Сейчас находимся на курсе. Сейчас будем пить чай с тортом. Скинулись все по 50 центов. И сейчас будем кушать торт. Вот такой вот торт сейчас будем кушать. Такой вот он в разрезе. Сверху мингаль. И вот такие вот омские пальчики. Так что все, кто кушает, всем приятного аппетита!